всем привет и в этом видео я бы хотел рассмотреть такой класс как scriptable object что это такое когда его лучше использовать и что с ним делать в общем я сам до конца не понимаю всей мощи использование scriptable object но кое-что я смог понять я изучал то как работает команда разработки unity как используют scriptable object и что это вообще такое и давайте я поделюсь теми знаниями которые я получил и так в чем идея я долго думал зачем вообще нужен scriptable object что он делает и не мог до конца понять в общем у нас есть обычные классы мы можем создать класс например не знаю enemy также мы можем взять и сказать конкретного создать экземпляры этого класса то есть допустим enemy у нас абстрактный класс а мы хотим создать какого-то конкретного enemy например не знаю варьер когда воин не знаю как он пишется давайте проверим варьер да таки пишется отлично вот отлично допустим мы создаем какого-то воина допустим у воином будет не знаю сейчас что-то напишем параметры такие как жизни защита броня не знаю там манна у воина вряд ли будет манна мало ли в diablo по моему есть манна окей дальше в чем идея давайте для начала создадим например пока что просто так пишем in health а там не знаю int damage какой воин может наносить и так далее вот окей дальше мы допустим создаем класс кого-то колдун визор 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 волшебник вот и у него тоже прописываем соответствующие поля допустим int health int damage и так далее дальше мы захотим например создать какого-то воина допустим мы создали prefab допустим у нас это воин и на него накинули ссылку воин дальше создали там много таких воинов дальше мы создали например волшебником накинули на него класс волшебник и тоже создали много таких волшебников в чем минус такого подхода каждый из этих объектов хранит свои поля свои значения то есть фактически эти все данные они копируются у каждого из волшебника копируются вот эти поля соответственно если их много у нас первая проблема это переизбыток памяти да пока что это все ерунда но допустим у вас там 500 воинов 500 волшебников там полторы тысячи еще каких-то там эльфов не знаю вот это уже много это первая проблема как этого избежать мы можем фактически создать какой-то статический класс для всех воинов но будет другая проблема это проблема статических классов то есть мы не сможем контролировать правильно вызовы в общем это не очень хорошо это настолько насколько я понял зачем нужен scriptable object и как раз да эту проблему помогает нам решить scriptable object давайте назовем его как его назвать вот вот конечно желательно хранить это все в какой-то папке scriptable object вот ну пока мы просто смотрим вот и в чем суть фактически scriptable object это почти что статический класс но он ведет себя немножко по-другому во первых чтобы его создать вы можете найти что нам нужно наследоваться уже не от от моно-behavior а от scriptable object это одно из основных отличий то есть например моно-behavior позволял нам помещать на объект какие-то компоненты соответственно если мы не наследуемся от моно-behavior мы не можем поместить какие-то компоненты на game object соответственно мы не можем поместить enemy script на game object давайте попробуем странно почему мы смогли почему мы смогли это сделать понятия не имею но по идее мы не можем это сделать ну да ладно возможно не знаю честно не знаю вот но допустим окей в классе scriptable object есть есть такие же похожие компоненты как и в моно-behavior давайте посмотрим там нет единственное что всех этих эвейков аптейтов и так далее вот есть какой-то метод create instance create scriptable и так далее так от чего он наследуется по-моему не от чего вот вот в общем там есть по-моему классы on enable еще какие-то не знаю точно вот то есть у него есть частичная похожесть с моно-behavior это одно из отличий дальше он сериализуемый вот если мы откроем я не знаю как найти здесь что он сериализуемый потому что это скажем какая-то его внутренняя реализация native conditional в общем какие-то не знаю для меня непонятные методы и атрибуты окей что значит что класс сериализуемый это значит что мы можем получить информацию из этого класса другими словами мы можем сохранить данные как это проверить на практике на практике допустим вы создали поле int не знаю time и пусть там будет там 90 вот на практике когда мы запускаем игру мы меняем какие-то значения например там не знаю в инспекторе мы что-то поменяли и когда мы выходим из игры у нас все пропадает у scriptable object такого не происходит то есть вся его информация сохраняется это одно из отличий так как класс сериализуемый то есть если в игре вы поменяете и там время изменится до 85 то при выходе из игры у вас останется цифра 85 далее то есть это можно использовать как некую такую базу данных хотя я не знаю насколько это правильно далее следующее мы можем на основании вот этого enemy скрипта создавать свои scriptable object как нам это сделать нам нужно прописать вот такую магическую вещь как атрибут create ассорт меню ну она не магическая на самом деле вот давайте пропишем и переназовем ее так что это значит это значит что мы создаем меню вот здесь когда мы нажимаем правой кнопкой мышь у нас выходит такое контекстное меню мы можем нажать create и теперь у нас появился наш scriptable object то есть у нас появился раздел в котором есть scriptable object далее что мы указываем мы указываем файл name это то как будет называться наш файлик то есть вот этот файлик вот здесь при создании будет название сейчас мы посмотрим просто чтобы мы не путались давайте назовем его enemy пока что так и в меню мы указываем как оно будет называться у нас будет называться enemy не знаю пусть просто enemy spawn scriptable object мы переименуем на create enemy и порядок если вы пишете 51 и дальше то вы ставите его чуть ниже по моему сейчас посмотрим я путаюсь да по моему чуть ниже чем фолдер да вот наш у нас появился enemy мы поставили его чуть ниже фолдер чтобы было удобно чтобы фолдер был сверху ну кому как удобно вот и теперь у нас появился раздел create enemy мы нажимаем и у нас создается наш scriptable object теперь мы можем его назвать конкретно как то например warrior ну у нас здесь скажем time давайте поменяем не time а поменяем там else else damage ну и так далее вот допустим damage у нас будет 25 и что это значит мы создали scriptable object для warrior так пересохраняйся это значит что если мы теперь так что мы можем сделать давайте попробуем поместить ага вот на самом деле класс да почему мы могли переместить класс потому что класс мы можем переместить а именно сам scriptable object мы не можем переместить вот также допустим мы захотим здесь хранить prefab почему бы и нет game object понятно что private например ну здесь для красоты мы будем использовать правильный синтаксис вот что это значит теперь мы можем переместить сюда наш prefab воина ну допустим не знаю какая то так сфера это у нас был wizard допустим cube так почему мы не можем переместить потому что потому что нам нужно переместить по идее сам объект как prefab да он же у нас не prefab поэтому мы не можем переместить отлично вот допустим это наш warrior давайте так и назовем его отлично rename файл вот так где у нас сделался scriptable object вот и мы помещаем сюда warrior что это значит на практике теперь давайте создадим на самом деле warrior вот мы создали warrior и теперь вместо прописывания конкретно у него этих значений мы создаем его как мы его там назвали а warrior так и назвали так давайте его переименуем лучше это сделать внутри хотя нет мы не можем так сделать warrior so ну пусть так пока что итак давайте попробуем warrior so попробуем его найти так давайте посмотрим документацию мы можем в принципе создать экземпляр этого класса для того чтобы это сделать так нужно подумать так мы делаем публичным вот насчет scriptable object нужно подумать как это правильно сделать так я понял что я сделал не так итак мы создали наш scriptable object и назвали его enemy scriptable object который наследовался от scriptable object потом мы на основании этого enemy scriptable object создали warrior теперь мы создаем внутри другого warrior так по-моему я не так его назвал warrior по-моему так мы создаем наш enemy scriptable object вот 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 и теперь что мы можем делать теперь мы можем делать все что мы хотим например не знаю warrior so и там допустим что то мы можем с ним делать например мы можем уменьшать здоровье уменьшать здоровье давайте попробуем сделаем пока что паблик damage damage и мы там что то ему присвоили не знаю или минус равно 2 например Вот таким образом, что мы добились Мы добились того, что каждый наш воин Теперь ссылается фактически как на статический класс Но не статический класс, а ScriptableObject Причем он сериализуемый И нам не нужно пока что задумываться о базе данных Ну как бы как-то так Я еще толком не совсем понял, как правильно использовать ScriptableObject на практике Также, что еще можно делать? Я видел, как в Unity В Unity команда она использовала ScriptableObject везде Она использовала его для хранения ивентов То есть здесь как будто у нас статические ивенты То есть мы можем получить доступ к ним откуда угодно Она использовала это для хранения данных Для хранения каких-то методов Для того, чтобы хранить другие ScriptableObject И в общем как-то так То есть возможность этого ScriptableObjectа большая Описания о нем достаточно мало И те примеры, которые я видел Я не совсем понимал, зачем они нужны И почему мы не можем обойтись обычными штуками Вот Но вот как-то так То есть мы создали вариора Мы можем создать еще одного enemy Например, нашего визорда По-моему визорд это не волшебник Давайте проверим Визорд А нет, волшебник Фух Окей То есть и дальше мы можем ему, например, присвоить Вообще другого prefab Инстанциейтить его Можем, не знаю, данные поменять И эти все данные хранятся Конкретно в одном месте То есть мы экономим очень много памяти На практике это немного Если у вас небольшая игра Там буквально вообще немного Но если большая, это много Плюс если там что-то в рантайме создается, наверное Вот Надеюсь, немножко стало понятнее Что такое ScriptableObject Потому что я с ним еще толком не работал И попытался понять, что это такое Вот В общем, надеюсь, вам было интересно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok